Состоялись досрочные выборы главы Забойского сельского поселения Славянского района. Подготовка к проведению голосования была проведена очень серьезная. Все, кто был задействован в избирательной кампании, с честью справились со своей работой. На избирательных участках были созданы хорошие условия, чтобы выборы прошли в штатном режиме. Забойчане голосовали за власть, которая ближе всего к народу. Выбирался досрочно глава сельского поселения. В 8 часов открылись избирательные участки в поселке Забойском и в хуторе Деревянковка. Мы побывали на избирательном участке номер 4230, расположенном в Доме культуры поселка. Начало выборов здесь прошло безукоризненно. Не возникло никаких проблем в дальнейшем. Выборы – это настоящий праздник. У нас организована ярмарка выходного дня. Комиссия достаточно опытная, уже сработанная. В течение нескольких лет работаем практически в одном составе. Предварительно перед выборами была проведена учеба комиссионного состава. Обеспечение выборов стопроцентное. Бюллетни, кабинки, маски, ручки, дезинфицирующие средства. Все это у нас есть в наличии. Активность достаточно на высоком уровне у нас. И с семьями идут, и с... Впервые голосующие ребята у нас были уже. И идут семьи с маленькими детьми, с будущими избирателями. В числе самых первых участников голосования преобладали люди старшего поколения и среднего возраста. Но были и совсем молодые. С отличным настроением все они шли голосовать на избирательный участок. Пришла с хорошим настроением выбрать главу администрации, чтобы процветал поселок. Это очень важно для нашего поселка. Нам важно жить в этом поселке, выбирать главу, чтобы нам было хорошо, прекрасно жить. В числе тех, кто впервые участвовал в выборах, студент Дмитрий Альберг. Председатель участковой избирательной комиссии поздравила его с этим важным событием в жизни. Я учусь в Брюховецком аграрном колледже, приехал на выходные до родителей и принять участие в голосовании. Я хочу, чтобы мой голос стал бы решающим. Наблюдатели тщательно контролировали соблюдение всех требований законодательства. Мы прибыли на участок избирательный в 7 часов утра. То есть произвели опломбирование урн всех в присутствии наших наблюдателей от каждой партии. Значит, никаких нарушений выявлено не было. Явка избирателей происходит активно. Буквально с 9 часов пошел народ массово. Все с хорошим настроением, все радостно идут отдать свой голос. Потому что в данном поселении должен руководить очень сильный, ответственный руководитель, глава. Ну и будем находиться до закрытия избирательного участка. На участке работала выездная торговля. В том числе продавалась отборная рыба, блюдо из которой может украсить любой стол. Также избиратели смогли угоститься вкусным борщом и шашлыками, чем они воспользовались. Выступали и самодеятельные артисты. В небольшом хуторе Деревянковка избирательный участок был развернут в холле здания школы. Места вполне хватило, чтобы разместить все необходимое и соблюсти санитарные требования. Выборы на участке 42-31 начались ровно в 8 часов. Избирательный участок оснащен всеми необходимыми принадлежностями, дезинфицирующими средствами, естественными бюллетенями, списками. Все в порядке. Присутствует полный состав. Люди идут на выборы, голосуют. Голосование проходит на дому. Точно так же прошли досрочные выборы. Ну, все в штатном режиме. Хуторяне не остались равнодушными к этому серьезному событию в жизни поселения. Досрочным выбором его главы. Улучшилась жизнь нашего поселения. В основном за это и голосуем. За улучшение жизни. Каким вы видите главу поселения? Каким он должен быть? Ну, я думаю, энергичным. Способным, чтобы можно было обратиться к нему за любой помощь. И он как бы обратил на это внимание, мог оказать для жителей, для всего хутора. Выборы проходили в деловой и одновременно непринужденной обстановке. Творческий коллектив выступил на избирательном участке со своей программой. На Кубани мы живем, на родной Кубани, песни звонкие поем, и славимся делами. В территориальной избирательной комиссии Славянская при проведении досрочных выборов главы Забойского сельского поселения избранным был признан зарегистрированный кандидат Сергей Шестопалов, который на выборах получил более половины от общего числа избирателей, отданных за всех включенных в избирательный бюллетень кандидатов. Участие в голосовании приняли 1303 человека, что составляет более 62% от общего числа избирателей. Андрей Вишневский, Игорь Иванович Ков, программа «События».